Ну, у нас сегодня день рождения мамы, день летнего сансостояния, у нас сегодня какие-то невероятные политические события и день рождения мамы. Я тут посмотрела, какие мама мне писала письма в свой день рождения. Обычно она писала после него, а иногда и в день рождения. Вот она написала 25 июня 90-го года. «Милая моя, любимая моя, как я по тебе таскую, как беспокоюсь за всех вас. Получила то письмо, где взорвалась арабская бомба, и места себе не нахожу. Я это наступление арабов и по телевизору вижу во всех снах своих. Опять же вспоминаю всю историю из библейских времен. Сколько раз было полонено истреблено государство Израиль, и вновь возрождалось из пепла. Но сейчас, боюсь, настало время не возрождения и истребления. Но ты, Фридл, все-таки подумай о детях, в том смысле, что я та самая Фридл, которая сидит в концлагере. О своих прекрасных детях надо будет мне тебя увещать. Это бесполезно. Я не единственная, что в этом убеждалась. У меня все в порядке. Комната в розах и стихи для домашнего семейного употребления. Значит, комната в розах, потому что на момент день рождения всегда наносили огромные букеты роз. Комната я и розы, но чем не рай в шалаше? Ни для какой занозы нет местечка в душе. Все заняла раза ука длиннее, чем с Марса дождь. Вот ведь какая штука, и мирозлуки, дочь. Будь же благословенна, не я, а перо дрожит. Из вавилонского плена, кто может, тот и бежит. Но ноги мои не в юге, а два недвижных ствола. А руки мои, а руки, как два древесных крыла. Только глаза косые глядят, прожигая быль. Один на мою Россию, другой на твой Израиль. Когда ты получишь это письмо, я уже буду щеголять в двух твоих вещах. В том платье, которое ты мне привезла, сейчас меня перешивают за счет длины, делают по бокам вставки. Чудное платье. А две недели там назад я надевала твой костюм, нашла для него черный пояс, украсила могучую грудь цепочками и выплывала наружу. Полный отпад. Я, такая нецарственная, выглядела в нем королевой. Все так и ахнули. А в день рождения буду в том переделанном, ибо в нем не будет жарко. День рождения разводить не собираюсь. Да и день какой, 24 июня. В этот день родилась не только я, мелкая стихотворица, но и великая Ахматова. Если мой эгоцентризм так же мелок, как мое стихотворство, кроме того, я о себе в основном говорю, а все делаю для других, то в великих все велико. Если бы ты прочла ее записные книжки, неслыханный эгоцентрик, даже в тех случаях, когда словесно печется от других. В первую очередь, ведуя им, имеет свои интересы. Так как умели главное доказать, что кроме нее он никаких других женщин не любил. Нет, эту книгу надо достать и прочесть тебе. Крайне интересный характер, ветки по эгоцентризму. Да еще при такой тяжелой жизни. Но волнует ее слабо. В начале это, что возродилась довольно преклонная элита, просто удивительно, как подобный эгоцентризм пропустил сквозь себя всю подлунную и подсолнечную, главное подлунную. Ахматова с детства лунатиком была. А что меня особенно поразило, это то, что записные книжки явно были предназначены для посторонних глаз. Иначе бы она так тщательно не зашифровала свою последнюю любовную привязанность, прочая связь. Неужели Ахматова, строя свой образ, смотря на себя чужими глазами, все же не видела себя со стороны, свой всемообъемлющий эгоцентризм? Можно предположить, что я отношусь к Ахматовой без обожания, говоря о ее характере. Отнюдь нет. Так уж устроена моя голова. Мозг фиксирует, а душа только обожает. Так я отношусь и к тебе, а кроме тебя ко всем поэтам, которых люблю. Я об этом написала. Нет, не совсем об этом. Это не здесь стишок. Вот он. Быт мой вовсе не молью трачен, а древесно-райским червем. Каждый вечер, а час назначен, подхожу в закутке о своем. Как лунатик я к полкам книжным, где любимые все стоят. Стекла при канделябре недвижном, как при полной луне блестят. Наугад рукою неспешно извлекаю кого-нибудь, чтобы пройти и святой, и грешный. Здесь ж не путь и тамошний путь. А сегодня сижу я с Фетом, и не смею ни быть, ни сметь. Я умру от любви к поэтам. Это чудная будет смерть. Десят седьмой год. Отсюда день рождения. Завтра, наверное, услышу тебя. Может быть, позвонишь. Вчера так получилось, меня просто зазвонили. И при гостях меня четыре раза к телефону вызывали. Да кто ж тебе с конца звонит, спросил Войнович. А Семен? О, сына, не шутите. Она у нас теперь такая популярная. Но, деточка моя, пошла одеваться. Это важный момент всякого дня. Лишь заставить себя одеться, и уже могу выходить. Впереди еще возня с холодильником. Почему-то он все мокрый. Раз уж выйду, взвешившись в том корпусе, сколько же тяну в свои завтра 69 лет. Какая противная цифра, даже не верится. Вот я уже одета. Всего-то пять минут. Все же не зима. Да что за дурь такая? Можно подумать, что напялить на себя четыре предмета, все равно, что на улицу перейти. Но в это лето я молодцом преодолеваю лень. Сегодня у меня дежурная загодя принесла пионы. А у меня от них, от сирени, аллергия. Сейчас выставлю все на лоджию. Завтра мне не будет слишком грустно без тебя. Ведь ты и на Рижское взморе иногда выезжала до 24 июня, но чаще всего старалась после уезжать. Последний раз ты была на моем дне рождения 9 лет назад в Малеевке. Чего только Ахмадулина не вытворяла в тот день, 88-го года. Да кажется, так оно и было. До вечера была со мной, а потом уехала. Днем я родилась, а я родилась в 6.15, мы сидели в холле втроем, ты, я и Белла. Ты пришла чуть позже в холл, где мы расположились. Белла меня спросила, а в каком часу ты родилась? С утра она под моими дверями разложила кучу подарков. Я сказала, время до минуты. Она предложила посидеть вдвоем в холле. Хорошо, ты должна была подойти. Вот сидим благодушно. И надо же, в этот момент из комнаты своей вышел ныне покойный переводчик Северцев. О, в какие века можно увидеть в нашем холле сразу двух великих поэтесс. Я еще родиться не успела, как мой день рождения, моё 60-летие на этом закончил. Ахмадулина не терпит ничего подобного, она так устроена. Скоро час дня, пойду проделаю с Семеном нахоженный кружок. Сейчас этот крупный территория совершенно не нуден. Зелень такова, что даже еле и сосны кажется не хвойными, а лиственными деревьями. Так красиво, тут бы твой глаз. Кто-кто, а ты бы описала эту красоту изумительно. Не толдичила бы одно и то же, пожнотелая зелень. Вот и дышится хорошо. Сколько кислороду деревьям сейчас отдыхается. Этот сад лес сейчас, кислородная оаза среди выхлопов, не так-то и далеко ездящих машин. Та сторона переделки, да и часть по эту сторону железной дороги, уже теперь Москва. Послезавтра Тарковскому будет полна 90 лет. Пойду, а может быть, кто подбросит к нему на могилу. Это вот я вам прочла несколько рэндом, как сейчас говорят, уже на русском языке. Писем, которые мама писала в свой день рождения. Или днем позже. Как вы слышите и видите по этим письмам, она вполне была такой остроумный, веселый, не тушующийся человек. И постоянно, конечно, у него был наблюдатель. Она сама и она наблюдающая за собой. У поэтов такой бывает. Я у прозайков такого не замечала. Теперь я прошу, может, еще пару стихотворений, а потом передам вам раздеправление. Вот стихотворение памяти Константина Букатырева, человека, которого убили ГБшники. Я не более, чем земля глупа, и не более, чем небеса голуба при всплеске луны. Как люльки я колыхаю гроба. Усопших нету. Это судьба этой страны. И каждый что-то мне говорит, и каждый слог словно кровь горит. И светится лоб. Крустальная соль стекает со лба. А память, как шрам от гвоздя, груба. Никто не усоп. И если даже умру, не верь, что я умерла. Живущая на юру, я стану тенью орла. Двуглавый он на гербе, и в жизнь, и в гибель глядит. Доверься моей мольбе, приди, когда повелит. Приди и встретишь меня, два разных глаза поймешь. Один — это правда дня, другой — это ночи ложь. Пусть тень я, но подопру надломленные крыла. И если даже умру, не думай, что умерла. Вот стихотворение «Проводы» Раисе Орловой и Льву Копелеву. Это были «Проводы», когда уезжали диссиденты, которых мы выпирали. И вот такое стояло, такое настроение, что ты со всеми прощаешься навсегда. Не так, как сейчас. В этом смысле еще это не произошло. Уехал — это значит уже никогда в жизни. «Проводы». Трель замерзает, какое имею я право думать о том, что не встретимся мы на земле. С лесоповальных времен разве нам неизвестно? Корни удержат душа, как ее не скобли. У самолета семь дней на воздушная бездна. Это еще, слава богу, не бездна земли. Мы еще встретимся, встретимся. От повторения трель примерзает к цветкам ядовитым, к стеклу. Водка сладка, как рябина и ложь во спасение. Книги молчат, вплотную подходят к столу. Леша, может ты теперь? Или кто-то приготовил какие-то стихи? О, Настяка здесь. Настюша. Юля, Таня, так приятно вас видит. Тесана, Кристина, Юля. Ри. Римочка. Привет. Привет, Лен. Чудесно. Тогда, Леш, ты? Да, я могу что-нибудь прочитать. Мы живем в сквозняке. В головах 21 века Подорожник, крапива и сныть. Я забыл о тебя, Если можно забыть человека, И забыл о любовь, Если можно любовь позабыть. Далеко позади Отзвенел голубой колокольчик. Далеко впереди Желтый лютик Включил светофор. Чтоб себя позабыть, Недостаточен небо, Кулачочек. Чтоб тебя позабыть, Нужен долгий с тобой разговор. Все прошло, дорогой, И обиды, И недоразумения. Все прошло, дорогой, И измены, И ревность, И стыд. Все прошло, Боже мой, Кромобережно и лживо спасение, Что звезда со звездой говорит. Лена, можно мне сказать? Да. Я новичок здесь, Не по жизни, А в этом обществе. У меня имя Инна Леснянская. Мне хочется всегда добавить слово классик. Вот у меня это вместе сочетается. Но, понимаешь, Она сильный человек, Она была вечно, Всегда была вот в облаке протеста. Стихи блестящие, Но она мудрый. Она мудрый поэт. Понимаешь, Это не только вот ритм, Это мудрость. Спасибо. Леша, Леша, Может, ты еще прочтешь? То, может, Настюша прочтет. Давай, Леша. Сначала Леша, потом Настюша. Обезголосивши колокол, Медным рыдает светом. Варвары, Варвары, Варвары пришли сюда. Знакомые с лазером и с интернетом, Деньги имущие, Но без гроша стыда. Варвары, Варвары пришли сюда. Сильные покупающие, А продающие жалки. Под камень лежащий века Стекла вода. Варвары, Варвары пришли сюда. Старинные письмена в саду Образуют свалки, Фолианты и свитки. Видители бытия Гниют, Разрываясь на части И вопия. Варвары, Варвары пришли сюда. Иконы в стенах монастырских Не уцелели. Падает с неба слеза От горя сюда. Падает гулка слеза Шута Руставели. Варвары, Варвары пришли сюда. Я даже не помню, она так хорошо. Я хочу сказать, что я очень рада видеть Лену. И всех никого больше не знаю. Знаю только Лену. И внезапно абсолютно подключилась. Почему? Ну, увидела. И понимаю, что это сейчас, в 7 вечера сейчас. И на самом деле не так много стихов знаю. Я просто открыла сейчас. И почему-то мне понравилось. Там было написано И на лисянской стихе Там о том-то, о том-то. Там была о пустоте, А я выбрала все-таки о любви. А ты всего лишь бабочка, Поскольку Ничтожна разница Между днем и веком. Случайно ты зовешься человеком, Орфееву играя рольку, Перебирая палевые струны, Которые паук в саду расставил. О чем скорбишь, Не оскорбляя правил, Ни музыки и ни фортуны. О чем скорблю? О пламени влекущем Сгореть дотла. Сказать приспело время. Мы шар земной, А не подсолнух лучем. Земля не более, чем семя В системе солнечной. Спасибо. Теперь Настенька Яровая. У нас тут две Настеньки. Несмотря на то, что нас немного, Но Настеньки нас две. Настенька, слышишь нас? Да, слышу. Здрасте, вы меня? Да. Ага. Вы знаете, Лена, И все уважаемые друзья, коллеги, Я вдруг сегодня спонтанно взяла книжку Имя разлуки, И как-то так провалилась с нее, И вдруг увидела, Как в письме от 20 июня 97 года Инна Львовна вспоминает, Как она в 66 году была в Иркутске. И я подумала, Что, в общем, Ну, надо прочитать Вот этот кусок. Весь я, конечно, читать не буду, Потому что она Описывает эту ситуацию Как анекдот, Как, в общем, Она собралась в гостинице уже спать, А к ней пришел Какой-то наш пьяный местный драматург, Который ей полночи читал пьесу, И вот Инна Львовна описывает, Как она все время его очень интеллигентно, Говорит, Вы знаете, Мне рано вставать, Я уже приняла лекарства. А он ей все время, Говорит, Не имеет значения, И читает дальше свою пьесу. И вот самый финал этой истории, От 11 до часу ночи, Ничего не слыша, Я только вставляла, Простите, поздно, Мне нельзя. А он свое не имеет значения, Наливает и читает. Знаешь, как бывает, Не слушаешь, Но вдруг какая-то фраза До тебя долетает, И вот долетела. А эпиграфом будет, Мы еще увидим небо в алмазах, И тут я, В длинной ночной рубашке, Путаясь, Вскочила на кровати, Вы еще увидите небо в алмазах, А я уже никогда, Убирайтесь, Я орала. Ну так так бы и сказали, Благодушно отреагировал гость, Вместо Мы еще увидим небо в алмазах, Теперь бытует, Все будет хорошо. Это выражение Таит в себе опасность, Его очень часто употребляют Люди глубоко равнодушные, Все будет хорошо, Клише полнейшей безучастности. Вот мне показалось, Что как-то все так совпало Сегодня, И, наверное, Наверное, пусть будет Этот кусок прозы. Спасибо, Настюш, Я сегодня тоже перечитывала Имя разлуки, Удивительное все-таки Книжку удалось сделать. Да, это правда, Потому что я прям Как села выбирать, Я думала, Оттуда выберу, А там такое, И, в общем, И полдня читала, Спасибо, да. Переписка, я думаю, Попробуйте почитать сейчас Время такое, Что удивитесь, Сколько вот Переписки у вас С маминой стороны Прозрений. Вот. Хорошо. А дальше Кто-нибудь Что-нибудь прочитает? Лен, можно я Не прочитала, Расскажу, Как мы были у вас в гостях. А, чудесно. Я была с сыном, Сын, я не помню, Тогда был первый, Что ли, курс, Ну, какой-то такой, Вот первый или второй курс, То есть по возрасту Такой нигилист, Все вокруг неправы, Я только сам знаю, Как жизнь устроена. Знаете, Такой вот возраст, Первый, второй курс, Да, человек открывает Мир для себя, В общем, все везде, Никто ничего не знает, Я всех буду учить. Вот, и мы пришли к Лене, И там была Инна, Мы сели пить чай, Вот, и Лена мне так, Это я всем рассказываю, Лена, вы помните, Как мы приходили? Да, конечно, Каждый не помню. Вот, и Лена мне так, Тихонечко, Попросите маму, Она очень любит экспромтон, А это, значит, Это было, Я не помню, Это лет 10 назад, Наверное, было, да? Ну, я думаю, Побольше, А может, А, нет, Побольше, Потому, да, Побольше лет, Сейчас скажу, Лет 13. Будет дай. Вот, И мы попросили Инну, Она говорит, Ну, про что? А на столе стоял сахар. А, Иван попросил, Вот мой сын, Иван показывает на сахарницу, Говорит, Вот сахарница. Вот, знаете, Как, вот буквально Такое вот секундное, Секундное замешательство, Получилось совершенно потрясающее, Пронзительное стихотворение. Лен, я так жалела, Что мы тогда его не записали. Оно было Про войну, Про девочку, Которую в войну, Блокада, И вот это вот сахар, Какие-то крупинки сахара. Это было настолько пронзительно. А Иван, Ну, вот я говорю, Не елист, Он сидел вообще Такой зачарованный, Вот просто зачарованный. И потом варенье. Вот этот вот шок прошел, Внезапное переключение настроения. Потом Иван так показывает, И говорит, Варенье. И вот, Представляете, Только что была Вот война, Голод, Вот этот сахар, Несколько крупинок сахара. И тут варенье. И тут же вот такое Настолько светлое, Жизнеутверждающее Стихотворение плелось. Это лето, Солнце. Это было вообще потрясающе. Вот просто потрясающе. И когда мы уходили, Иван, Вот этот там 17-летний подросток, Поцеловал Инне руку, Мы вышли и говорит, Мама, Ты понимаешь, Какое это было событие? Я поцеловал руку, Которую пожимали Такие люди. Для него это было Прямо такое Значимое-значимое событие. Он, к сожалению, Сейчас вот не смог подключиться. Лена, Он передавал тебе Большой-большой привет. Спасибо большое. Я очень хорошо его помню. Так было трогательно. Очень жалко. Очень мало осталось. Мне вот прислали Юра Красный Несколько записей Маминых импровизаций. А так вот очень жалею, Что мы не записывали. Не, ну тогда это было потрясающе. Два абсолютно разных По настроению, По содержанию стихотворения. Это же, Мы потом с Иваном обсуждали, Это же надо было Моментально переключиться. Да. Просто моментально. А с учетом возраста, Который тогда и не был, Ну это, Это было вообще поразительно просто. Поразительно и удивительно. Да, Это у нее была Невероятная особенность. И можно еще скажу, Такой бытовой, Бытовая вещь, Очень бытовая вещь. И никогда вот 13 лет назад, Сколько, Лена, Ей было, Ине? 80, Наверное, Лежит. Если помнишь, Я прям тебе даже сказала, Лен, Я обратила на это внимание, Изумительный маникюр. 80 лет и изумительный маникюр. Меня это потрясло, Честно говоря. То есть это, Конечно, Такой наш визит был, Вот на всю жизнь, Конечно, Спасибо, Танюш. Леночка, Можно я? Да, конечно, Вик. Ну, Я даже не знаю, Начать, Потому что С моего знакомства С сыном Я тоже Никого не знаю. Первый раз На На Праздновании, Хотя Тоже один раз Увидела, Но как-то Не подключилась. Но Я С сыной Львовной Познакомилась, Сначала познакомилась Лена С детьми, Сережей. С сыной Львовной Познакомилась Сначала Через письма. И Потому что У Лены Собрались письма До того, Как Инна Львовна Начала печатать На компьютере. Она писала Лене На На Таких Компьютерных Бесконечных Листах, Когда еще были Старые Компьютеры. И Лена Попросила Меня Внести Письма В компьютер. И Вот Из этого Потом Получила Инна Львовна. И Для меня Вообще Образ Инна Львовна Как бы Сначала Человека А потом Поэта. Как с поэтом Сына Львовна Она Мне Мы Дружили 20 лет Последней Ее жизни Когда Она Уже Жила В Израиле И Жила В Иерусалиме У Лены И И У меня Есть Любые Любые Воспоминания И Ее Импровизации У нас В квартире И Пепельница Лены Я все мечтаю Тебе ее Передать Чтобы она Не пропала Пепельница Да Которую Она Выходила Она не хотела Или В окно Курила Или выходила На крыльцо Курить С этой Пепельницей И И И И Потом Прогулки В парке Над Монастырем И Вот Этот парк Который Между Кнесетом И Монастырем В Иерусалиме И И Ина Львовна Вдруг Садилась На скамейку И говорила Мне Подожди Доставала Записную Книжку И писала И писала Новые Стихотворения Вот эта Тетрадь Она как раз Была написана В походах Или наших Общих Троем Или Твоей Мамой Да Или После прогулки В Гело В лесу Мы Увидели Там Арабку И потом Я вижу Стихотворение Которое Она посвятила У которой На голове Она несла Корзину С чем-то Там С фруктами И И стояла И ждала Зеленого Света Перейти Дорогу Вот Как Лена Сказала Она была Наблюдатель То есть Ничего Мимо ее Взгляда Не Проскальзывало И она Потом Это все Вдруг Вдруг Я Видела В стихах А по-настоящему Леночка Я познакомилась С ее стихами Вот Когда я Сейчас Уже На пенсии Последние Несколько лет Хожу В кружок В кружок Где мы Читаем стихи Учим их наизусть И потом Выступаем В клубах Да и есть Русскоязычные группы И И читаем Слух эти стихи И я Первым делом Достала Мамины Сборники Которые У меня Скопилось Несколько Как только Вот выходил Новый сборник Она Писала нам Посвящение И И дарила нам Свой сборник И я Перечитывала Эти стихи И на первых Наших встречах Этого кружка Я читала Эти стихи Ее И И каждый раз Вот Особенно Это Иерусалимская Тетрадь И все Я могу Прочитать Одно из стихотворений Из Посвященных Вот Правда Это Я думаю Что это стихотворение Еще как бы В разлуке Приезжала Она До переезда Как бы В Израиль Она Приезжала Несколько раз И Лена Конечно Пыталась Как можно Больше Показать Ей Израиль Береза И Алоэ Что за Время Удало Алый Бант В косе Алоэ Там Где Ты Моя Дитя Здесь Где Я Твое Былое Машет По небу Летя Машет Веточкой Березы Сквозь Невидимые Слезы Но Сквозь Видимый Туман Красный Цвет Вплетенный В косы Море Мертвого В стакан А на дне Того Стакана Как Неглупо Как Ни Странно Косу Времени Плетя Нахожусь Я Постоянно Там Где Ты Мое Дитя Спасибо Для меня Просто Неразрывно Связана И на Львовной Лена Потому что Я все время Помнила о том Что Я на 10 лет Старше Лены И на 10 лет Моложе И на Львовной И Обе Они мне Очень дорогие Вся Лена Семья Я хочу Поспользоваться Леночка И поздравить С рождением Жорика И я Тут Кто-то Вспомнил Маникюр Извините Таня Вы Маникюр И руку И на Львовной Потому что Ее руки Действительно Нельзя Забыть И я Увидела Фотографию Которую Сейчас На Фейсбуке Где Ты У Манечки И Ты Смотришь На Жорика И Лежит Твоя Рука Очень Похожа На Руку На Львовной И Тоже Всегда Такие Длинные Пальцы И И Маникюр Спасибо Ленош Помню Все Свои Визиты К вам Буквально Спасибо Спасибо А я Как раз Из этой же Книжки Вот Говорила Про то Что Так мама Была Наблюдательна Нашла Ее Стехотворение Поверхность Да Поверхность Да Больше Чем Надо Глубина Не Дает Ничего Кроме Домыслов О черноте Подклада Земного Чье Вещество Кормит Корни Плодоносящего Сада И Кроме Развитых Цивилизаций Вавилонских Римских Корней Под фундаментом Зданий Куда Деваться Сверцания Их Больнее Пережитых Мною Зрительных Галлюцинаций Потому Что Отрадна Мне Мироповерхность Облаков Деревьев Клуб Поверхность Это Сама Достоверность И Сдерживает Дрожание Губ И Необъяснимую Нервность Зрение Проникнуть Вглубь Это Тоже Из Того Сада Где Мы Гуляли С мамой Ну Еще Кто-нибудь Что-нибудь Хочет Прочесть Поверхность Леша Для нас Все Есть Давай Отчет Время Отечества Зыбко И Отлых В ум Не Возьму Как Мне Настроить Будильник На Доброе Утро В Дряхлом Дому Надо Что-либо Настраивать В жизни Тоже Вопрос Если Ты Знаешь Сестричка Синечка То Свистни С Голых Перез В жизни Дошедшие До ручки До точки Ноголь Щедрот Новым Потомством На ветках Молочной Почки Брызнут Вот-вот Давайте Еще Одно Прочитаю Глаза Мне Колют Сушат Губы И Тишину Берут В тиски Сны Сплетники Сны Правдолюбы Сны Воры Сны Аптовики К чему Бы Мне Ночные Гости Все Вижу Я При Свете Дней И Землю И Под Нею Кости И Даже Ангелов Над Ней Чем Тише В сердце В небе Звонче Особенно В конце Весны Но Ходят Как За днями Ночи За мной Докучливые Сны Сны Сверстники И Сны Младенцы Сны Вестники Сны Мертвецы Сны Шумные Переселенцы Цимбалы Трубы Кубинцы Ты что В Иерусалимской Тетради Нашла Про Израиль Времени Место Горная Спираль Плачтяные Месса Розовый Миндаль Вио Долороса Межторговых Ниш Всех Хамсинов Роза Вазе Плоских Крыш Память Повитуха Куст Неополим Дымая Присуха Иерусалим Улица Полотенца Вирши Бахрома На пределе Сердца На краю Ума Кто-нибудь Еще Да Хотела бы Прочитать Эстина Да Всю жизнь Читала Библию И вот Я учтилась На земле Святой Среди Знакомых Гор Пустыни Вот Я чувствую Торжественный Заход Всей Жизни Бесполезно Прожитой Но что Есть Польза Как верблюд В горбе Накапливает Стойко Влажный Жир Накапливала Я слова В себе Чтобы Сейчас Благодаря Судьбе Сказать О том Как чуден Этот Где Где Сегодня Купин Агаид Неополип И Христос Сфафора Говорит Чтоб Люди Жили Настоящим Днем Пока Заботами Он Не Избыт А я В календаре Как в дневнике Жила себе Сверблюжью Тоской И Снился Мне Оазис Вдалеке Но Бьющей Представлялась Я руке То Правую То Левую Щекой Богат Ли тот Чек Рифмом Аппетит Поддержан Был Державную Деньгой Как Щедро Мой Закат Сейчас Горит Верблюдица Звеном Стальным Звенит А Девочка Серебряной Серьгой Елена Григорьевна Скажите Как Мама Писала Стихи Вот Как К ней Рифма Приходила Вот Какой Это Был Процесс Вот Как Это Чудо Было Она Напевала Поскольку Она Всегда Писала Только Этики Размеров Да И И Казалось Что Она Ничего Не Может Нового Сказать Потому Что Это Вот Строфика Корсет Которая Ее Держала Но На Самом Деле Поэтому Мама Называет Классиком Потому Что Она В этом Корсете Писала Вольно Вот Это Очень Интересная Вещь Она Писала Она Вообще Вот Когда Она Была Здоровая Это Не Так Часто Бывалось Она Была Очень Счастлива Здесь В Израиль Находиться Вот Она Мир До Чего Ж Красив Ты В Малеве Миндаля Каменные Манускрипты Маковые Поля Жду Чтоб Продлив Оливу Эдак Часам К Пяти Тень Удлинит Перспективу Времени И Пути Вспомнив Внезапно Трою И Ариад На Нить Хочется Я Не Скрою Дольше Себя Прожить Внезапно Кристальности Какой-то Манечка А ты Нам не Простешь Ничего Парик Мешает Так Сдумается Солнце Цвета Хурмы Что я вижу Пришелица Из земной Долгим Снегом Замучена В самом Центре Города Но и Делами Жальпийских Фиалок Перепела Чистят Перья Задумчиво Что Мрамор Раскопок Репни На колон Купидона И цербера Римских Времен Если Ступость У Дауна Предпочту Я из всех Обозримых Чудес Даже Здесь Подразлив Колокольных Небес Только Флору И фауну И мне Кажется Именно Перепела Раскачали Над городом Колокола И сейчас Меж Фиалками Отдыхают И думают О пшене И о людях Бездельных Подобных Мне С их Мучениями Жалкими Тоже Так Красиво Как наоборот Мир Смотрит На Человек Кто-нибудь Еще Что-нибудь Хочет Прочесть Тогда Я Наверное Прочту Еще Какое-нибудь Стихотворение И мы Можем Говорить Немножко Или Разойтись При свете Солнечного Дня Иной Не нужен Свет Ты больше Не зови Меня Меня На свете Нет Есть только Видимость Того Что я Еще Жива Стою Дома Твоего И говорю Слова Но то Здесь живая Я То Значит Мертвый Ты Себе Такого И на Миг Представить Не могу Нет Мой Потусторонний Крик Теряется Снегу Это Ты Я За той Чертой Где Праху Равен Прах А Души Разница Судьбой И Светится Восьмах Ну вот Еще Одно Нашла Которое Отметила Для себя Мы Мы Встретились Так Было Суждено Мы Разошлись Так Стало Неизбежно И Наших Слез Тяжелое Вино Глотало Небо Жадно И Неспешно Мне Вы Согласись Куда Острее Потребности Соли Нежели Глюкозе Когда Вне Слезы Не Было Б Морей Наверное Когда Когда Вне Слезы Так Думаю Так Легше Думать Мне Что Все Мы Плачем Лишь Во Имя Море Соленого Заначку На Дне Жемчужин Счастья И Коралл Горе Недаром Цвет Коралла Красноват Как Талагонь Все В жизни Справедливо А Жизнь Ну Кто Ж Вот Хорошо Кто Нибудь Что Нибудь Хочет Еще Сказать У нас Еще Есть 5 Минут Я Могу Сказать Вот Что Я Хочу Сказать Что Инна Львовна Для Меня Остается Светлым Образом И Поэзия Прекрасная Я Пришла Послушать Чтобы Просто Поднять Настроение И Отвлечься От Того Что Как Загружает Сегодня С утра И Я Очень Рада Совершенно Такая Другая Перспектива Другой Уровень Вообще Происходящего В этих Стихах И Спасибо Спасибо Юленька Ты Сейчас А Мань Давай Тебя Слышно Сейчас Вам Нужно Быть Терпеливыми Я Не Знаю Насколько Я Буду Это Медленно Читать А Ты Включить Себя Не Можешь Ты Там Что Ну Это Немножко Сложно Потому Что У меня В одной Руке Жорик Попробую Попробуй Жорика Почитать Мама В восторге Была Здрасте Я Раскрыла Книжку Внизу Короче Рассчитала Фрейм Ага Вот Жорик Жорик Слушай Первый Стих Который Слышишь Про Бабушки Еще не вечер Но уже не утро Закатный дождь И честно говоря Пора нам быть или не быть Но мудро Как тот малюс Домой из перламутра Или пчела в гробу из янтаря Или освоить опыт оптимистов Не замечать Как этот час неистов Не слышать перебоев и частот А сравнивать с мерцанием аметистов Дождя мерцания И наоборот На что нам знать Что жив Еремия И что мерцательная аритмия Во времени Пространстве И в узле Где сходятся все токи кровяные На что нам знать Что будет на земле Да и к чему нам знать О том, что было Зачем тревожить память и могилу Там за пластом Второй и третий пласт Незнание дает такую силу Какую нам ничто уже не даст Вот на его рождение Да Из этого стихотворения Про незнание Дает такую силу Я себе взяла эпиграф В этой Своей книжке Мне очень нравится это Незнание Дает такую силу Которую ничто уже не даст Так, Жорик выслушал Один стих Может еще попробовать Нет, это, по-моему, был тот стих Который был сейчас нужен Ага Хорошо Интересно, что мы все Получается Исана из Израиля Я из Израиля Из Москвы говоришь сейчас Рима из Израиля Кристина, а ты откуда? Нижневартовск Это Тюменская область Ух ты Нижневартовск Значит, потом у нас была Настя, которая из Иркутска Была Юля Макаров, которая из Москвы Маня Макаров, которая в Италии Настя в Москве Я в Москве Оля в Тбилиси Инга в Москве Вот, мы как все VPN И все вместе Ой, а что ты пока не говоришь, монет? Я говорю, и все вместе Из разных городов И все вместе Да Спасибо вам тогда Огромное За этот вечер Я считаю, что мы отлично Его справили Спасибо, Леночка Спасибо вам У нас есть еще Присоединившаяся Только что Инга Вы Инга Если можно, тогда я прочитаю Одно из стихотворения Которое Ваш папа написал Вашей маме Сейчас Прочитай, одиночка Ага Божество людей Вдруг нашей жизни Оказалось Когда со мною ты рассталась И стал я прежнего сидеть Когда я начал забывать тебя И не искать свиданий Какой же рой воспоминаний Мне стали люди насылать Едва знакомый со мной С кем не сказал я и полуслова О, сколько подняли Было бы Почти из жизни неземной И где уже совсем не ждешь Себе оказии печальной Вновь, как на ноте поминальной Немое сердце бросит в дрожь И с каждым разом все трудней От знаков странного внимания Как множится воспоминаний Какое множество людей Стоит у одного свидания Извините, пожалуйста Это папа написал Инни Леснянский Так что я думаю Да, можно вот это было прочитать Еще бы Это вообще Моих любимых стихотворений Папы Да, Леночка Я тоже это люблю очень Ну и букет, вы знаете Который для вас Я тоже очень люблю Но я не могу его найти Букет цветов С лесной поляны Да, с какой жаждой стараний В корсете гипсовом Она к цветам склонялась Вдруг бледна Ой, ну не помню В общем, ну вы помните, да И Про медуни Про цветы, да Да, да Левко и лютики Ромашки По ним ползли Еще букашки И улетали в небосвод Ну не помню, Лен Тем более еще волнение Я потом, может Тоже Наша любимая Инга Из семинара Спасибо Ну вот А еще вот присоединилась К нам Женщина В желтой кофточке Да Бон Город Бон Русская библиотека Да Не только Русская библиотека Города Бонна И с большим пиететом Я следила за И Ну вообще Следила за Инна Читала И помню свое Как на меня Она действовала Великолепно И я Все это пронесла Через вот Всю свою жизнь Сейчас в инмиграции В Бонне В Германии Вот И у нас в библиотеке Около 15 тысяч книг И несколько книг Инны Леснянской Вот И о ней И литературоведческие книги И все это читается И все это очень Все это очень Держит Радостно Спасибо Спасибо Спасибо, Леночка Жалко я пять раз была в Израиле И не могли встретиться Да Пусть плохой период скорее закончится И начнется хороший Не надо в нем застревать Будем надеяться Да Но мне уже 84 года скоро Поэтому я не знаю Как получится 84 Хорошо Тогда всем еще раз спасибо И хорошего вечера И мама нам несла радость Тем, что она родилась у нас В день солнечного Как это называется Солнцестояния Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...